На демонстрации не развисло, точнее наоборот развисло, а в Мите нет. В Мите нет. Ладно, ну не важно. Видео вообще могу выключить, чтобы вас не отвлекать. Оно мне не особо надо. Бывает такое, что подвисает. Ну да ладно, это не самое худшее, что может случиться. Главное, чтобы у вас демонстрация была хорошо видна, и чтобы вам было все ясно, понятно и видно хорошо. И. Поехали. Поехали. То есть начнем мы с Visual Studio. Создадим простой проект. Смотрите, важно очень много сразу вам ваше внимание на это обращаю. Очень важно те проекты, которые вы выберете. Крайне важно. Вначале вам нужно создать приложение. так называемое New Assistant Project проект, да, то есть даже это Солюшн, я бы сказал. Крайне важно выбрать правильное приложение. Вы выбираете не на языке C-Sharp, Console App, DotNet Framework. Не DotNet Core. Потому что DotNet Core у вас не запустятся, не взлетят тесты. Поэтому выбираете Console Application, DotNet, естественно, DotNet Framework, естественно, C-Sharp. Поиск тут, Console, их есть два вида. Вам подойдет для тестов, истинный, вам подойдет для тестов Console Application, DotNet Core на C-Sharp. Вот он, DotNet Framework. Вернее, извиняюсь, не Core, а именно DotNet Framework. Потому что тесты у вас, Unit Test Project, он тоже будет принадлежить DotNet Framework. Два разных проекта в одном Солюшене не объединить никак. Ограничение Visual Studio. Потому что можно, но там нужно тогда прописывать сложные зависимости в Project файле, в VF Solution файле, где у вас, с которой вас объединяют все проекты. Но я не думаю, что это вам сейчас надо. На самом деле сборки ценная, важная вещь. Но мы не так... Мы не предполагали, не планировали вам давать что-то по сборкам. Будет в основном программирование, хотя я же говорю, да, по сборкам. То есть как оформлять, как собирать проект из разных кусочков, разных проектов. Это крайне важное умение, крайне важный скил, который вам, естественно, пригодится в вашей профессиональной практике. Я вам чуть-чуть буквально дам, каким образом можно донастроить или поднастроить сборку, или как у вас прописываются зависимости, чтобы вы могли понимать, да, как это все работает, как собирается Project. Если вы будете брать Java технологию или... Нет, не знаю, ну Java технологии, давайте скажем, пусть так. Возьмем... Там есть два основных вида проекта с поддержкой Package Management. Если мы верим C Sharp, то это у вас Nugget Package. А в Java у вас есть два вида. Это один, это Maven и второй Gradu. Также в Android. Maven Gradu сборщик. Но в Android обычно используется Gradu сборщик, который как раз прописан... Где прописаны дополнительные все библиотеки, связь, зависимость между проектами и все такое прочее. Создаем приложение DatNet Framework. Называем его, не знаю, Console Test. Пусть будет... Сейчас локейшинг куда-нибудь подберу его по... Нормальный. Десятый раз. DatNet Framework в 4.7.2, пусть будет, неважно. Все. Создаем проект. Дерния даже Solution. Смотрите, у вас появился Solution. Мне сразу не нравится программ CS, название... Хотя программ CS пусть и будет. Мы еще добавим, наверное, один файл. Смотрите, ребята, Владимир Вадим Александрович не делает упора, не обращает внимания и не требует от вас, чтобы вы каждый класс оформляли в отдельном файле. Я от вас тоже требовать, если на этого не буду. Если вы хотите, по желанию, конечно, лучше один соблюдать правила хорошего стиля, один класс, один файл. Я его стараюсь придерживаться, поэтому буду соблюдать и добавлю, значит, новый класс. Add New Class. Назовем его Circle. Add New Class. Лучше с большой буквы. Ctrl-R, Add New Class. Вот это два, значит. Классы у нас с большой буквы в PascalCase. Название метода у вас также в PascalCase для C Sharp. Каждое слово с большой буквы. Программ-тест тут будет расположен наш клиентский код. Можно в том же файлике программ-тест здесь добавить сокол-класс и так же выписать. Дальше. Что второе? Что мы делаем? Это тоже важно. Добавляем. Нейм-спейс-консоль-тест у вас пусть будет. Добавляем еще один проект. К Солюшену на Солюшене. Солюшен это ваш тот же самый Нейм-спейс-фити-консоль-тест у вас совпадает с названием Солюшен. В Солюшене могут включены быть несколько проектов. Если вам нужно закомпилировать несколько Солюшенов, лучше всего их объединять в библиотеке и тогда подключать к проектам библиотеки, чтобы не было путанины с кодом. Библиотеки под более капсулирован, более запахован, вернее так лучше сказать. И там с ним более приятно работать. По библиотекам у вас будет вторая лаборатория в создании библиотеки деяний. Итак, добавляем новый проект. Как я вам говорю, вводим здесь название Unit Test Project. Это у вас будет, опять же, выбираем dotnet framework Unit Test Project на C-Sharp. Мы будем исследовать C-Sharp, поэтому на четвертом курсе у вас еще допустим. Ну, я не забуду, не буду вам загадывать. Будем использовать тут классический C-Sharp, ни на никаких F-Sharp и всего такого прочего. Достаточно будет вам, в принципе, обычно в Unit Test на Unit Framework. Поехали, да. Тут у нас Next. Назовем его CircleTest Project. Добавится он сразу же в ту же самую папку, он этот фрэмбок естественно тот же самый, чтобы не было конфликта. Добавляем. Следующее, что нужно сделать. Нужно подключить Test Project, сделать ссылку на основной Project. Во-первых, мне не нравится Unit Test 1. Хотя, пусть будет, наверное, Unit Test. Название класса. Мне нравится, если название класса, пусть будет CircleTest. CircleUnit Test. Unit Test. Переименовали у нас так же переименовался Test Class. Делаем ссылку, то есть только по строку вы переименовали, так как вам надо класс, потому что если вы повесите ссылку, потом переименуйте класс, могут быть проблемы. У вас будет ссылка на сборку. Ну, наверное, на Project. Как там добавить ссылку на основной Project? Нажимаем правой кнопкой Add New Reference. Тут был у нас должен быть. Reference. И выбираем здесь ConsoleTest. Чем так у нас названо? ConsoleTest. Ну, пусть будет Project. Ладно. Странное немножко название. Я бы его, честно, тут пока бы не делал. Я бы все-таки переименовал в нормальный какой-нибудь Circle. Пусть будет Project. Так будет более приятно. Надеюсь, что это не пострадает. CircleTest. Circle Project. Надеюсь, что поменялось. ConsoleTest не поменялось. К сожалению, в рефакторинг здесь не активно. Circle Project почему-то не захотелось меняться. Circle Project. Shift. Ctrl. R. Include. Common. String. Cuitions. Circle Project. А, namespace. Нет, namespace controlTest. Ага. Нamespace controlTest. Сейчас, чтобы я не запутался. Circle Project. Раз. Project. Или стоп. Или это я что-то уже запутал. Значит, я извиняюсь, я ошибся. Значит, здесь у вас не название Солюшена, а название все-таки вашего, наверное, в namespace название вашего Project. CircleTest Project. Это можно назвать классом. Circle Project. Значит, нам необходимо поменять здесь. Ctrl RR. Circle Project. Видите, в Assembly тоже меняется ссылка. Это в сборке. Важно, чтобы везде все было поменено. В том числе, как пройдет здесь поменяли. То есть, когда вы здесь просто меняете, ничего еще не меняется. Теперь есть вероятность того, что после того, как я переименовал его, все должно заработать. Для чего это делать? Для того, чтобы были более понятны и ясными. Если вы переименовываете после того, как вы пытаетесь переименовать после того, как вы отправили ссылку и прописалась она в сборке, в Assembly, то вы можете получить ошибку, и непредвиденную у вас может ничего не получиться. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, когда вы переименовываете сущности и вы не обновляете при этом ссылки. Обязательно не просто нужно переменовать, как есть, вручную, а делать Ctrl RR, то есть использовать только рефакторинг. Метод переименования. А к CircleTest добавить ссылку нам нужное. Reference. Добавляем Circle Project. Ссылка на Circle Project. Окей. Попробуем запустить, проверить, что нету ошибок. Значит, программа скомпилировалась, ошибок нету. Так у нас был пустой код, все заработало. Значит, у нас ссылка, смотрите, Assembly, вот эти все сборки, они находятся в Solution TextFile. Я вам сейчас покажу, как оно выглядит. Ссылку вверх. Это, по-моему, высокую. Вернее, не суклыка, суклы. CircleTest Project. СуклыTest. Так, где же мои? Где же мой файл сборки? Хотел быстро вам показать, сейчас, если получится, я вам покажу, где я расположу на Solution TextFile. Ссылка на Solution TextFile. Ссылка на Solution TextFile. Так, это у вас в TestProjectе ссылка на Circle. CircleTest. А, видите, вот она ссылочка ваша. Project Reference Include CircleTest, CircleProject, C-Project. То есть, это у вас, когда я прописал ссылку, автоматическим образом, да, через UI в Project. Она у вас, соответственно, у вас обменится FileCaseProject, это файл SMG или файл сборки, в котором у вас появилась из вашего тест-файла ссылочка на соответствующий, на соответствующий, на соответствующий Project, CircleProject. Ну, на код, чтобы вам покрыть, для того, чтобы вам покрыть тестами существующий код, вам нужно отправить из тестов ссылку на этот самый код, он мог там законнектиться. Дальше, следующее, чтобы скомпилировать тесты, вам обязательно указать ссылку на ваш этот, в тест-классе, вам нужно указать при помощи using ссылку на соответствующую сборку. Для чего это делается, сейчас вам расскажу. Так, этот из DramaDevelopment мы вначале разрабатываем тесты, потом программную логику. В программе мы минимально описываем поля, конструкторы пустые и пустые методы, чтобы просто прилинковать и было пчесть, что покрыть тестами. На самом деле, сейчас вы это все видите, чтобы страшные слова не были страшными словами. CircleProject, я бы сказал, CircleProject, ConsoleTest, наверное. На console.test, значит, CircleProject. CircleProject, не тест, а именно CircleProject, не тест. TestProject у нас здесь. CircleProject, а, оно выйдет. Что не может не радовать. С Rings. С Он Даков. Я закрыла, можно ли vinden, сын Белый в radiогurt. Что не будет, спренировать. С Белый, сын Белый. Пр DAM8. С Айдам. И в России. так и все как объект тут у нас таки из тест метод ну пусть будет и сметную потом берем и добавляем добавляем переходим можете вначале можете начать проектировать тот программный код который так едем дальше да хорошо переходим в соку есть несколько фич которые следует знаете когда вы разрабатывать программный код на дотные технологии на си шарп и теперь во что нужно здесь у вас есть особенность которая отличается шарп от других языковой разработки так называемое использование свойств наверняка вы них слышали если не слышали то я об этом расскажу а значит свойства у вас заменяются этом методичка у вас есть одно из один из пунктов использовать свойства вместо полей класса все посмотрите пожалуйста ребята опять обращаю внимание перед тем как приступать к разработке программного кода внимательнейшим образом прочитайте методичку я буду восприорить задание на соответствии с данной методичкой вот должен прям прочитаем саласской дизайна это мы сделали для каждой функции класса разработать набор теста на бумаге на бумаге в скобочках можете на бумаге можете разработать в виде правленного кода можете текстовый файлик все это дело или добро скинуть мне на гитхаб на google drive и скинуть мне ссылку в качестве комментария не по и как проблем не будете это все от вас приму одну секундочку ребят я буду не чуть-чуть откликаться сейчас ребят извиняюсь извиняюсь едем так для каждой функции класса зовут набор теста на бумаге каждый должен представить собой конкретный вариант исходных данных и так далее набор теста для коснуться перекрывать все качественно различные варианты исходных данных пункт важный ребят если у вас есть метод который включать себе две витки кода там его обрабатывать и true false ветку значит на данный метод у вас будет два теста один метод два теста если более веток значит на каждую ветку вас будет по отдельному тесту с различным набором данных особенности разработки тестов когда вы ну можно сказать грубо очень говоря что когда вы разрабатываете тесты это все равно что вы мануально выводили бы данные то есть вы автоматизируете процесс отладки вашего программного кода вы мануально вводили бы различный набор данных сет и данных программа давала различные решения по этому поводу вот так вот то есть но автоматизированный тесты кивой да то что вы сейчас увидите пощупаете это как раз автоматический набор данных которые вы автоматический набор данных по которым программа она сама сама по себе когда покрываете код у вас программа тестируется автоматическом порядке то есть все вот эти вот ветки они когда вы грамотно разработаете все тесты они будут протестированы вы увидите результат практически сейчас увидите теорию так быстренько накидываю по ходу ограничить да если у вас не будет достаточно точно теста тестов это будет влиять на баллы создать консольное приложение датнет разместить реализацию спустеризации всех функций все такое реализация всех функций сейчас прямо покажу в конструкторе это не актуально у нас наверняка будет метод который будет вычислять area ну я это давайте сейчас хорошо туда я хотел просто на свойства вам показать лишь класс конструкторы всех типов функцию сравнения объекта на лист обязательно функции ввода с консоли вывода на концов вместо смотрите функции доступа инициализации необходимо использовать свойства класса для обращения сдачи свойства конструкторы сразу создать в полном объеме до создания тестов это имеется ввиду добавить к приложению проект модульного теста датнет и для каждого платона датнет класса и не тест это вы все прочитайте еще раз необходимо спорь шаблон с об этом мы тоже поговорим мы будем сейчас вам буду показывать как разрабатывать тесты обязательно то на что я буду обращать внимание метод методы теста должна отражать семантику реализуемого класса и мы это тоже практикуем вот эти все требования от из конвенции с google и вернее с microsoft доков пожалуйста следуйте им это мы сейчас сделаем выполнить тестом если что не тест не успешно не пройден первый скрин который вы мне отсылаете в отчете это скрин с красным прохождением так называемых тестов потому что у вас там заглушки тесты физически выполнить они могут вы мне даете пустой код с заглушками и у вас первый скрин должен содержать красное прохождение теста это вас будет внизу указание в критерии цене мы дальше и содержимое отчета содержание отчет реализовать потом все методы после того как вы тесты будете использовать потом продолжить работу пока то есть они будут выполнены отчет по лабораторному смотрите да тут здание сбитые уровни некоторые разделы спины дают это выбрать обращайте внимание на те вещи перегруженные запрещается до использовать функцию переживных операций сейчас функция мэйн можно не реализовать потому что выбора чек-то серти вы в тестах все это покроете важный момент для чего вообще придумали то здравый довольно а этот вопрос я вам тоже задам это в основном для двух целей первая цель это для улучшения существующего кода то есть когда вы пишете тесты вы продумываете лучший код и когда у вас уже ну сначала первая трасса была например в тест-драм-девелопмент вы написали тесты потом программный код и потом опять изменяйте тесты учитывая уже новый программу не новый программный код а вашу идею вы не один раз продумывайте как вам написать программный код а вы трижды его продумываете поэтому когда у вас вы думаете придумаете тест кейс вы уже продумывать автоматически как вам улучшить код второе это правильное грамотное более продуманное написание кода с нуля до первого улучшения существующего кода либо такая более продуманная архитектура и с точки зрения алгоритмов когда вы пишете новый код это тоже очень важный критерий него нет в этом это здравый development используется на практике я вам скажу некоторых методологиях это прям супер важно я лично не могу сказать ну как вам сказать вам будет интересно на самом деле столкнуться с такой методологии разработки думаю что это будет очень необычно с другой стороны тоже новый опыт это тоже полезно и расширяет ваш кругозор и добавляет вам инструмента в ваш портфолио хорошо и и идем дальше на самом деле я смотрелся в просматриваю периодически вакансии можете посмотреть в ряде вакансии там требуется базовое написание или понимание теста ну что часто когда нету отдела тестировки небольших компаниях тесты пишет сам программист хотя это противоречит так называемому одному из постулатов программирования что автор тестов не автор кода потому что вы не можете нужно еще один взгляд на ваш код со стороны лучше это тестировщик сделать который сможет выявить все баги которые вам стоит учитывать при разработке укажет вам на них с удовольствием а вы будете на это за него сильно злиться хорошо что значит заглушки паблик дабы будет у нас будет бед все это заглушки потом сначала разберемся с таки называемыми свойствами я на одну секундочку буквально отвлекусь и мы с вами продолжим и 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 что хочу с чем хочу вас познакомить это с так называемыми свойствами как на что такое вообще свойства что такое вообще поля методы поля методы класса поле ну если это мы говорим все около вас тут будет ответственные координаты это интересные параметры изменяюсь это первое это радиус правило пусть бы double radius r если бы мы не использовали свойства private double x и private double y почему потому что они в классе должны быть в классе мы не можем осуществлять размещать поля вне класса естественно не может они могут быть в нем спроси с удобными радикалами так если бы нам необходимо было делать где-то из это и вы бы сделали таким вот образом паблик а потому что так у вас для того чтобы не нарушать основной принцип инкапсуляции один из основных принципов и по инкапсуляции смотрите ребята я так чуть-чуть буду отступать у нас третья работа будет по паттерн проектированным основы основы ну основы по скажем разработки такого хорошей или можно сказать основы хорошего кода это глубокое понимание принципов объекта активного программирования вот сейчас тот принцип который мы будем уже использовать увидите это называется инкапсуляция инкапсуляция это сокрытие реализации вашего сокрытие реализации вашего объекта то есть вы обязаны поля всегда объявляйте с точки с уровнем доступа правил чтобы они были виды только в рамках данного класса какие еще виды уровня доступа есть какие вы знаете про и давайте чуть-чуть буквально одну минутку есть есть еще про проект еще статик можно отнести каким-то статик это другой это не область новая область видимости инкапсуляции хорошо спасибо то есть правит видно только в классе паблик видно везде отовсюду и протекли двина только для данного класса и его наследника дальше ребят обязательно я сразу не буду вас мучить обязательно так как у вас будет класс обрабатываться тестами не забудьте мы добавить уровень доступа паблик наши многие делают ошибку у них потом в тестах не виден этот класс обязательно добавьте класс уровень доступа паблик чтобы он был виден не только в данном names ну пространстве имен в поджекте также был виден наружу в классах виден был наружу в рамках вашего салюшина в других name space поэтому класс должен быть уже публичный этого и дальше если бы мы не использовали get a list и вернее не использовали бы свойства мы не знаю что по свойствам и так прописывали у нас бы был бы для соблюдения капсуляции метод get radius или gtr пусть будет без параметра в и он единственное что делает выполняет ритер нет наш и да и сеттер конечно паблик естественно так как это р у нас дабы есть такое дело следующее это у нас это да все это тоже это функции доступа и инициализации так называемые get a list это значит у нас будет паблик мой лишь это сет сет радиус параметры будет дабы радиус и у него внутри у нас будет здесь так как нам нужна ссылка на поле р на ссылка на поле видите мы сейчас присвоить локальные переменные . так вот здесь р это смотрите нас как раз отсылается куда правильно к секлу и классу нашим до веры то нас вот это вот самая наша наше поле это локальная переменная поэтому когда у вас совпадает название поля и название аргумента вы делаете присваивание полю значение аргумента при помощи указатель азиз то же самое казать у вас было все плюс плюс только там немножко для конструкция была бы такая вот конструкция для доступа к внутренним полям класса основу же саном через точку у вас будет доступа уже когда это не поля класса когда это вашим есть такое дело все вот это вот ерунду как еще вы кстати дома либо тут сделать ему дефолтный параметр равно нулю это было бы тоже ему и 0 . но так и когда для ну сишар пошел по такому вернее все шар разработчики пошли по пути лучшим до боли они объединили вот эти все get a reset и потому что обычно но это дело обычное для любой программы кучу из гидроцитов они не обыскал да не сильно ну как удобные заменили все одной единственной декларации паблик будет дальше у вас свойства у вас могу типа дабу естественно опять же я рвитесь большой буквы обязательно и вот такие вот моменты это рестор вот это все три строки мы поместили буквально в одну строчку одну декларацию и даже вот так то есть спасибо да ребят помогаете вы пройти на самом деле это не моя специализация с шарп я его знаю как-то ну как не как-то нормально я могу ошибаться его может вы даже знаете лучше чем из шарпятого не исключаю кто-то из вас кто уже специализируется куда на технологии ничего страшного поправлять и к этому тушить достаточно спокойно и с благодарностью хорошо что у нас делают свойства свойства у нас позволяют нашему то есть по данному свойств есть такой принцип позднего связывания когда ваш компилятор оси шарта компилируемый тип языка чем кстати отличается компилируемый от интерпретируемых и прийти пример есть есть пример например жава скрипт и какой-нибудь си шарп или typescript жава скрипт это интерпретируемый язык которым код идет сверху вниз слева направо если когда он и выполняется вот и когда натыкается на ошибку прекращает а компилируем и если он отнесся на ошибку процессе компиляции он просто не скомпилирует все это хорошо даст им интерпретировал коде вас да кстати поэтому тоже интерпретируемый тип и дебютируемый языком разработки не компилируем интерпретируем в этом его тоже силы кстати я бы честно больше для привержений по это нам такой более продвинутые наверно совмещать себе все классные штучки вот в принципе существующих языков разработки на мой взгляд естественно субъективный как вот есть так называемый механизм позднего связывания когда компилятор видит вот данную инструкцию он ее разворачивает в такую в то в те же самые 300 кину грубо говоря конечно там по-другому это все происходит в машина как понятный вид но по сути будет уже сам вас ведь уровень доступа паблик но у вас по данным данной инструкции создался поле прайвать да и создадутся два метода который с этого это называется автоматические свойства еще с дефолтным параметром вопрос такой программ шуба когда нам нужно переопределить каким-либо птически это вот стандартные скажем сказать стандартная ситуация когда вам нужно просто описать так же то что мы сделаем сексом и греком естественно это вот прям хорошо для них у нас никакой дополнительной функциональной нагрузки на x и y нету поэтому мы прямо так вот их и пишем а здесь их можно просто убрать за ней надобностью то есть да смотрите у нас вроде бы свойства паблика на вас пони у вас все но соблюдаются принципы инкапсуляции потому что когда вы будете обращаться будете обращаться к у меня напрямую через свойства и свойства будет определять здесь место как будете использовать название свойства будет запускаться это или setor из вот вашего на из автоматических свойств дальше смотрите вы можете переопределить или бета-ресетов значит такое переопределение си плюс-плюс что такое переопределить например в радиусе на ничего ну как нам гейтар не нужно переопределять возвращают туда обозначение дай бог с ним пусть возвращается хорошо вот значит это тут можем поспорить потому что на во первых не может быть нулевым поэтому нам крайне не важно и крайне необходимо переопределить сайтер метод каким это образом делается вы сейчас увидите оставляется у нас это скобочка естественно так . запутать это не нужно мы переопределяем наш сайта кибета расстается без изменений свет и будет следующим образом так и что-то на опять забыл с это нам наверно нам не пригодится не там это тоже надо я уходим сама все спрашивал на лекции он или надо это и то есть хочу ты меняешь не обязательно где-то можно я покажу как это выглядит я просто я могу немножко потому что я не профилирую по этому технология но я все равно знаю некоторые вещи которые сейчас одну секунду я не может что-то забыл и что забыто сейчас а точно извиняюсь да 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 у дима цен был прав тут ведь он будет вроде переопределили на не сильно таки перепределили все ноги то сократили где-то вам дополнительно что-то писать руки смотрите еще какая фишка когда вы работаете с геттерами и сеттерами вот в рамках свойств то вы можете сделать и например поле ридонный что значит ридонный да сделать просто приватным ваш сеттер да и все единственное условие применения вашего вот этого уровня доступа там помимо приоправивать паблик можете посмотреть документацию и протектора можете ему добавить можете еще добавить ну там да это уже в доме будет поле там еще есть несколько свойств которые вы или не нет несколько момента фишек которые вы можете добавить не помню какие они честно ребят не помню как-то подзабывая давно смотрел документацию можете посмотреть применение свойства на google docs google надо docs microsoft ком это кстати для вас будет чуть ли не самым основным ресурсом docs docs microsoft можно сказать не про партиз и там есть кучу фишек которые вы реально можете применять так и где три дамы действительно где-то нам сам приходится переопределять это есть когда нам уже куда дополнить и логику поместить в один из геттерами сета вы и вы по сути переопределяете вот эти вот автоматические свойства на автоматические методы которые которые входят составы свойства где-то тут был еще какие-то такие штучки прям вот она была развернута я хочу посмотреть как кстати это при помощи лямда выражения тоже нужно так это все делать это тоже прикольно нормально просто лямда выражения на они для всех будет будет понятно я хотел вам просто дать статью а ридонли свойства правится и отведите просто делаете там еще что-то у вас что даже какие-то фишки были такие прикольно по работе со свойствами где-то мы где-то с этой дамы можете переопределять потом дополнительную туда помещайте в это будете делать единственное условие ребят если бы не забыл вы можете добавлять вот это вот уровень доступа или какие-либо вот эти фишки принять только к одному из или гетер или кстати рукобой вы их принять не можете и не могу взять право для ветра и для сетра код не скомпилируется будешь открыть уже подсветил я могу взять правит или протекте только для гетер или только для сетра на ситуации нам не нужно делать или донли или какие-то еще другие дополнительные свойства поэтому просто ставим как есть где-то у нас будет просто возвращать значение армите его оставим она таки у нас будет придется когда мы при определяем гетер или сетер нам в любом случае к сожалению придется ставить поле она его автоматически не не восстановит но когда обращаетесь вы к вашему полю к и только через свойства естественно окей что у нас будет включаться в наш сет я включаю шпаргалку чтобы лично и чтобы он ничего не забудьте вас не надурить ни в чем и чтобы кода он был правильный и более оптимальный и быстрый сейчас мы продолжим так что мы делаем дальше я хочу от вас сразу вам сделать такую штуку у вас был initialize метод когда-то да все плюс плюс своим пользовались этот метод вызывался всякий раз когда вам нужно было добавить какие-то вызвать то есть перед тем как инициализировать конструктор или интеллировать поля вам нужно было проводить обязательно проверку то есть например когда у нас радиус больше нуля вы делали метод initialize и любой инициализация параметра у вас происходило через метод initialize до который сразу цевал выдавал ошибку и в случае чего вам этот метод initialize тоже может быть пригодится только не когда это касательно одного поля когда у вас например из треугольник там есть такое значение с треугольником и вам необходимо проверить существует ли такой треугольник так вот тут может быть и нашела из метод и необходим потому что вам-то нужно будет вычислять смотреть по правилам 3 и метра не помню там есть правило да что существует у вас такой треугольник или не дать поведенным параметрам поэтому тут методы не шла из может быть да не по ним когда вы строите геометрические фигуры вот например треугольник нашей ситуации у нас круг у нас тут параметры радиус x y у нас тут и от их комбинации не может зависеть существует такой круг или нет местное ограничение когда у нас радиус меньше единицы вернее ну вы скажете скажем так радиус должен быть больше 0 0 1 это тоже хорошо да и на целых 1 десят или тысяч на или ста тысяч на нулю не может быть равен да поэтому мы этот этот момент сразу от мы от метаги что для этого надо если в обычном слове и в переопределяемся как я говорю в эфи у нас тут будет смотрите специфическая такая скажем форме переменная велье называется да так ее видимо неделю не вы ее нигде не использовали за кто-то может уже знакомы ему это все не сложно но я вижу так что было понятно всем то есть в элью это выноска автоматическая переменная которая у вас подтягивается когда вы используете свойства то есть любое значение которое вы присваиваете вот такой при помощи такой конструкции сейчас я вам например сделаю функцию шибулу паблик это будет не сдал был где-то я параметр нас никаких не будет у нас тут используются свойства ведь он просто и у нас будет таким вот образом так пир по дамам в данной ситуации вызовется get функция где-то да просто летит когда нам нужно задать радиус не знаю в моем методе у вас там нет где-то был где-то метод пропишем тут быстренько наш соку и соку многостраданий здесь все объекта не динамические вам нужно их создавать помощи модификаторами пока что и его никто не отменил поэтому пользуемся на здоровье здесь у нас будет сокол 1 . арабин 10 смотрите данной ситуации я вы за обращаясь к поле объекта и тут вызывается метод цвет окей когда вы вызывается вот метод цвета из ну можно сказать свойства арт вас то значение которое сюда передается она попадает автоматически переменную велью поэтому мы именно эту велью перемену который автоматически создана мы ее и сравним ее значение с нулем точно с вами ли должен быть больше 0 10 он меньше либо равном мы выкидываем пользователю эксепшен по эксепшенам я не буду очень долго говорить но все-таки чуть-чуть вам надо знать об этом вообще-то без эксепшена нет пути ни одна программа это очень очень гибкий очень важный и классный инструмент в разработке обхода единственное что тройки секции имейте ввиду критические секции так называемые они выполняются гораздо медленнее чем весь остальных поэтому не увлекайтесь треки секциями используйте только когда вам это нужно и чтобы это было до оптимально с точки зрения производительность вашего программного кода значит есть такой иерархии эксепшен самый главный в этих цель эксепшена так едино едино и не одноименный класс эксепшен от которого наследится все остальные веки причем все его наследники там аргументатов рейн чинал по интеракция чем они все могут быть обработаны при помощи естественно их родительского эксепшена но естественно когда у вас эксепшены на уровень выше армата франч или другого типа вы его при помощи этого цепь обработать не можете вот но то есть справедливо это в одну сторону несправедливо в другую сторону потому что у вас такие иерархические такие структуры данных я считаю что он самым оптимальным вообще старайтесь оптимально и правильно использовать и типы исключений поэтому я считаю что здесь наиболее такое акт ну оптимальный вариант использования аргумент out of range exception когда пользователь вводит и когда нам мы пытаемся присвоить значение которое меньше или равно нулю то пользователь получает от нас ошибку мы должны его обругать радиус out of range must be great и на этом все пользователя обруга дело святое обязательно никак не не пренебрегайте этим таким важным действием оно вам пригодится пользователь должен понимать что то как это работает и тогда если у нас все хорошо и мы не вышли у нас радиус не меньше вернее неравенную большим я буду так говорить все очень просто нам нужно соответственно присвоить значение про инициализировать наш параметр р и свой твелью все очень просто и замечательно есть так или определили сет в случае у нас будет значение неправильно вывалиться эксепшен метод эксепшен кстати с вами в тестах тоже покроем обработаем противном случае при своем в раме учение время все с исключением все так здесь хорошо здесь хорошо естественно я так как заглушки да здесь хоть и простой метод нам нужно от него получить я его потом сделаю заглушкой заглушка будет у вас путь каримид кагет каримид то же самое public да здесь будет заглушка строго new exception не просто эксепшен и все нравится можно вопросе так вот они завтра вид галимитры дырят сделать как и свойствами тоже рей периметры с приватными сеттерами шик посадить нельзя перестали не не принято даже не принято это с точки зрения там архитектуры хотя и просто будет очень не совсем правильно то есть вам вас характеристики вашего объекта или параметры вашего объекта ли данные на вашего класса это все-таки x и греки периметр не является характеристикой объекта селка это все-таки жопору дальше таким метод это с точки зрения логика и мы делаем вот что все-таки метод для того чтобы он был более понятен поэтому надо все вместе турить его свойства и не надо то есть тоже спорить их в принципе похожим образом как данные классы да то есть для инициализации данных то есть там это данные класса плюс еще их обработка первично этот ход нас нам еще поможет оптимизировать наши процессы нужно будет каждый раз когда мы работаем с радиусом там тот же get периметре или в каких-то других формулах нам нужно каждый раз проверять они радиусы не меньше ли он или равен поэтому мы себе экономим вот этими гетерами с этого личная обработка такая да защита от дурака можно сказать дальше я вам представлю какой-нибудь простенький верение просто не простенькие а конструкторы по умолчанию мы сейчас с вами также проинициализируем все без парамет равна вера из параметра будет инициализирующего на конструктор это дамбун x дамбун y и дамбун так что не было ошибок там у нас по моему в мейн коде в мейн функции есть использование конструктора по умолчанию мы его тоже проинициализируем здесь ведь опять же только через свойства x присвоить x принципе может даже здесь не надо потому что у вас различные свойства и да и свойства это точно не не поле y даже по тому что у вас она в разном разном кейсе да то есть аппарат и славу кейс на регистра чувствительные си шар помню также плюсы есть такое дело . за какой есть на специализирующий конструктор осталось конструктор по умолчанию паблик все каким-то образом у нас тоже появится соответственно дима франс по имени в моем методе вы использовали хорошо то есть по минимуму смотрите все ваши методы будут выглядеть вот таким вот образом почему я сейчас оставил get или чтобы покрыть его тестами протестировать что тесты действительно работаю хорошо переходим к созданию наконец-то тестов многострадальных этих тестов вам main функция реализовать необязательно мы придем только для поэтому можем это все благополучно закомментировать даже не обращать на это все внимание это просто был пример вызова инструктора по молчанию принципе да можно было бы и оставить есть не просит на такое дело все равно будем запускать тесты так с основным кодом мы разобрались больше ничего добавлять не думаю что и смысл и основной упор стыке сделаем на тесты и по быстренькому сейчас мы и с ними тоже поработали как я же говорил смотрите есть тесты 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 project который мы с вами разработали у него есть обязательно что к юли тест тест класс у него если аннотация видите у класса то есть классы и методы они не отличаются особо ничем от классов методов которые вы разрабатывали в обычном программном коде если чем отличается это аннотация так называемый то есть это дополнительная функциональность которую вы накладываете на ваши методы вот например тест класс да то есть это говорит что вас все помню теста будет тест класс также тест метод тест метода покрываем тест методы так в тест классе что у нас здесь будет часть одну секундочку тест класса не будет ничего не будем делать тест месяц я хотел просто посмотрите методички мы сделаем первый метод который тестируется на наши иниции наши свойства до что у нас да не вернее со свойствами потом то что там будет одна особенность мы сейчас напишем тест для вычисления и ряда для вычисления пишем я хочу воспользоваться этим именем метода теста который вам предлагается методички метод имя тестируемого метода начали до get или метров а судят или дальше что у нас будет или тестируемого метода сценария потом будет тестирование калькулейте на калькулейт будет дальше тут можно принципе использовать сочетание паскалик и баба не знаю наверно так он бы все-таки делал калькулейтерия чтобы как-то их разграничить хотя бы так дальше что у нас тут будет структурами не тестировано сценарий потом планете тестирование здесь будет у нас сценарий да никакого особого сценария у нас тут калькулейтерия да и калькулейтерия наверно метод имя тестируемый сценарий которым имя тестируемый сценарий который выполняет сценарий выполняю ожидаемого поведения при вызове сценария ритм он ритм илья белью сценарий а сцена ли всем как же дождаться комментариям писали да 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 обязательно ребят тоже рекомендуется вам делать комментарии можете делать такие комментарии которые будут видны у вас дальше в программном где они вот так вот выглядит чем не верно там 2 2 звездочки потом погнали не сейчас есть то есть это такое написано такой некий комментарий который будет виден когда вы будете подводить у вас закепчется вот такой тип комментарии всякий раз когда вы будете вызывать сейчас ну и наводить как наводить на на класс да у вас тут хантится ханты да когда вы вы пишете такого вида комментарии у вас и когда вы вызываете вы примечаете проверим по-моему этот факт тут на самом деле я душу это так радиус а гетерс это нам надо брать и для примера что так должно подхватываться а это надо было наверно к самому а к свойству нет не хочет он это должно было бы нам выдавать может там собачки должна начинаться как в языках может собачки я 9 жили помогайте до весны не хотят просто но как сразу обратить внимание на вот такие вот типы комментарии когда вы можете объявить методы вас в хантах будет то что вы ему там добавите ну ну да ладно не получается и ничего страшного переживем как-то без него не хочет ну да ну тест тоже просто комментируйте все тесты пусть будет это я тоже будет внимание ребят калькулейте схематичный пока комментарий но обязательно должен быть тест будет у него тест влитер да был дабы и бы тоже мы написал не перьями она был свеки но и чтобы понятно что у нас возвращаем дамбул хорошо есть такое дело написали те три плиты которые мы можем сразу речь делать на самом деле это не просто требование преподавателя это требование по конвенциям ну вы можете найти эти же рекомендации на docs microsoft ком чтобы разрабатывать тест на таком триплете на самом деле чем нужна конвенция чтобы прогрессе друг друга понимали и легче было разобраться в вашем же даже коде по всем делаем таким вот образом обязательно в таком триплете вас работаю то есть он выполняется ваш тест кейс каким образом что у нас тут будет внутри нет или напишем в orange у нас будет данные входящие данные радиус здесь не имеет никакого отношения к тому радиусу просто наши локальные переменные пока что действительно она будет относиться к радиусу и раньше мы говорим что у нас все входящие параметры то чтобы выводили с консоли по сути да дальше у вас эксперт этого левелью дабы так и называйте перемена чтобы вам нет не было чтобы не путаться грубо говоря когда вы делаете пир квадрат у вас получается 50 целых шесть двести шестьдесят пять тысяч и обязательно посмотрите сокол вам здесь нужно создать объект естественно что протестировать вам нужно задать объект логично да так же точно как и делали в кейнском видите одна особенность если я не буду не укажу using обязательно там будет уже полезно сокол будет не сокол если мы укажем полный адрес сокол кончик то у чудо он его видит другими словами что сделать using это те же самые клубы которые но похоже на инклуды которые у были в принципе аналоги у вас были все плюс плюс по сути вы подключаете тем частично или полностью ваш класс с программным кодом инкапсулировать и он по сути отключать их ребенка будете в данный собственно в файл да здесь мы сможем и вы сможете пользоваться всей структурой всей всеми ну классом все всем всем тем что у вас есть с уровнем паблик да обязательно данным в данном файле ты же пусть и подключаете файл сумма морская это файл наверно это грубо ну по сути не грубо все как у против это ваш name space продиктёж может быть несколько классов я очень известно вы можете проходить в поисок более чем просто вы относитесь к тем что он на его организму может быть какое-то люди повышенщик и все новые и следующие деньги у вас все просто о том что у вас все остальные люди зажигания у них в которых вы были о том что их в плане и дело заболевайте о том что вас есть и если эти динамики на то везде помещаем то они могут быть к вытащим Продолжение следует... 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 выпускать и ведет и зеленый прохождение то есть тест работает все нормально хорошо теперь самое интересное осталось я хочу вам еще просто показать каким образом отлаживать этот самый записать тесты для свойств принципе свойства это та же самая и тот же самый как вы видели его также точно сектор можете тестировать и нужно добавьте что потому что часто что нам нужно покрывать ну вот пожалуйста как минимум с это методы который у вас должен быть его прием его и покрывать следующий у нас метод будет не забываем обязательно аннотации на чем не будет восприниматься системой как тест мессед компилятором тест мессед опять у нас будет public void видите возвращаемых параметров пустой или живой и делаем что нас первое действие сайт все сайт радиус дальше что у нас будет будет тест пропорти не знаю как то так что мы делаем до сценарий и возвращает или черную изучать у нас ведь он радиус велики темс тест пропорти чек ведь он с эксэпшен аргумента от афренджик точно лишь говорим что у нас здесь должна вызываться ошибка кстати вот вам уже тест кейсы можете один тест сделать для аргумента от бренди эксэпшен другой без эксэпшена то есть тест прошел нормально у вас вернее не тест прошел на тест в любом случае придет нормально да радиус был введен корректно значит ради инвалид радиус значит будет я тут не совсем правильный сценарий написан инвалид радиус чтобы было логичный радиус причем с аргумента от афренджик сэпшен вот и все сад радиус на валит радиус со сценарий все отлично незамечательно идем дальше так опять же начинаем с того что мы делаем с этим триплет orange сср опять же в райwhen у нас будет пусть тот же самый db минус стр минускаю есть такое дело пытаемся в качестве уходящих параметров это мы создаем соку это объект так и у нас будет одна интересная штука так как нам тут нет необходимости на самом деле но это только исключение для я буду принимать такое исключение только для свойств для тестирования свойств здесь нет необходимости кого-то это ну что мы можем ввести радиус верни шокол как-то так как шоу или сном будет опять же 4 ну я тут сказал что эксепшен и эксепшен и когда вы отлаживаете эксепшен я вам разрешу сделать исследованию такому тоже рекомендованному google doc виду но это только для случаев когда у вас есть ваш программный код вываливается в эксепшен стоит ну или рекомендация такая что объединить акт и эсэр вместе и как это будет выглядеть эсэр с ровнью эксепшен это только когда у вас метод возвращает эксепшен в скобочках типизирован аргумент out of range exception систем в принципе можно наверное аргумент out of range exception так дальше и тут будет так называемая лямда выражение здесь помните я вам говорил им даже немножко сложная тема это некоторые такой программе sugar который позволяет программисту сократить код по сути но затрудняет отладку данного того же самого кода мы тут объединили что мы тут объединили несколько действий вместе мы присваиваем соклу rr и в случае когда мы соклу rr присвоили у нас это выражение слева справа возвращает аргумент out of range exception и мы проверяем что таки его возвращаем это некоторый такой сокращенный синток если он удобен для отладки эксепшена пожалуйста им пользуйтесь вам для примера все тест закончен проверяем это нужно запустить пожалуйста на вопрос а если вот лямда оператор там то что у него в теле функции в эти скобочки фигурные завернуть это дальше он работает так вообще или нет но если а вот это что в теле лямда оператора после стрелочки если фигурные скобки завернуть он будет работать или нет или надо возвращать то есть если ты урон слов нету то сразу возвращается это значение правильно я думаю что все заработает тут на самом деле я лодишь и действуют подобные другим языкам программирования ламда можете в несколько выражения то есть вас просто тут одно выражение сколько несколько нужно оставить ну такие оставьте несколько неких проблем полизите не тут наверное закопилирован извиняюсь не всуну то есть для чего нужны скобочки нам до выражения когда у вас есть более одного оператора внутри так по нас один оператор нам тут не нужны скобочки просто все это также точно как функция это по сути функция да это называется еще такой механизм замыкания если вы слепому до замыкания механизм когда вы вызываете такой анонимный класс можно сказать то есть у класса нет имени вы используете как класс такой же очень не сильно распространены выражение в тайп-скриптах он там сумму построена там некоторые специфическая такая синтаксис но он удобно на самом деле если привыкнуть к нам до выражения больше того что у меня есть друг который разработчик там сенью ну или он же лидер не знаю синером в одной компании которые там занимаются страховым он они это в принципе уже поменялось вообще концепция программирования надо на сишарк уже очень часто программе весь выглядит он весь весь для нам до выражения меньше по объему и за быстрее на работать или нет но меньше по объему и может более понятен но проблема что ему зря и сложнее дуба жить это правда вы туда ну сложно внутри попасть я не знаю если может час инструмента тоже позволяет внутри нам до выражения дуба жить их ну насколько знают в интере жить с джавой очень удобно биба поэтому я с осторожностью применяем до выражения где понимаешь этот вот точно отработает правильно мне не нужно заморачиваться чтобы его как то например работа со стримами с потоками с коллекциями с потоками коллекции то есть интерфейс стрим позволяет работать с коллекциями работаем с коллекциями в потоке например когда может саметь две коллекции там что-то с ними сделать фильтровать данные тогда используем specifically надо реально быстрее и удобнее не быстрее не знаю в разработке быстрее удобно не проверя up ка видятельность на про яс03 нсть процесса разработки влияет можно вопросик задать пожалуйста давайте это я просто подкоптился ты не понимаю получается она у нас если галочка сейчас получается но вот по второму тесту показать что нас ошибка исправно запустили один тест если я запущусь особо будут обозвенники белая значит что мы не запускали сейчас получается радиус минус 4 правильно так мы возвращаем управляем что нас возвращается все все смотрите на этот на свойство тоже может быть два и должно быть по-хорошему два теста методом уже как 20 я бы честно все-таки пока вы учитесь тестом все-таки настаивал на том чтобы вы делали для каждого это отдельный тест пожалуйста не надо пока и там сильно объединять тут валить пусть будет радиус тут экта нам обычно тоже поможет никаких проблем нету я не писал комментарий думаю вы так понимаете что кому-то расставлять надо просто сейчас нас времени мало не хочу быстрее закончить вас отпустить на что мы тут будем делать у нас опять же сокола р-р-р-р-р . отчего не все комедом естественных объектом класса то есть вроде сам эстетический цикл р-р-р дальше у нас эксперт будет даже как то так высосаны из пальца честный тест кейс некрасиво будет смотреться так эксперт это будет минус 444 как-то так туповая степень плавно сможете тут аранжект тоже делать как-то потому что совсем криво посмотрите 444 естественно так эссе из у нас будет так как мы уже проверили это работает язык можете и строить и тут посмотрите очень много тоже разных а и кого тут очень много функций которые вы можете проверять по разным то есть и разных инструментов для тестирования на огромное количество так что у нас там эксперт и потом экшел по моему эксперт и потом экшел да да нет шоуна не нужен тут никакой дельта просто сразу другом пользователе поможем принципе не обрухи радиус не знаю можно ну это с маловероятно да принципе все еще один тест кейс готов проверяем виде опять же это это стыкнется если за все работает если мы сделаем так чтобы не понимали шами большую он должен быть красненький в общем не смотрите даже по свойствам о присваивании то есть я сейчас проверяю я вызываю метод свойства эти сокол . r это я обращаюсь непосредственно к свойству присваиваем значение проверяешь на такие присваивались тут валидная тут невалидная поэтому вваливается нас в эксапшен какой смысл писать expected и экшел у нас они всегда будут равны мы их разберем константы не всегда выжиг шел в экшел извиняюсь да вы правы вы на самом деле правы очень даже правы так будет более правильно так правильно спасибо за замечание ценное правильно замечание мой баг все хорошо ребят мы вложились 15 минут час на 16 чуть задержалась ну надеюсь что для вас это было ценно и полезно все ресурсы естественно вы вышли старости полностью реализованный данный метод там еще есть несколько таких простых но понятных тест кейсов там реализованы все методы все тест кейсом этот проект весь и вернее не проекте нам скилл просто 2 cс файлика cс файлик с методами cс файлик с тестами старости окей ну вы там сможете просмотреть остальные методы для вот этого с полнота 18-ое задание не выпало не должна была выпасть ну вот это для того чтобы вы просто могли посмотреть и вам было чего начать окей для примера хорошо я надеюсь вопросов нету тогда ребят всем спасибо за внимание завершаю презентацию